доброго времени суток приветствую всех на канале razon game я продолжаю снимать игру с ноу рану ну по той простой причине что она мне очень нравится хочу взять одно из заданий и надо сказать что после предыдущей серии у меня свалились все сейвы с прошлой игры потому что пришло обновление я неправильно его начал устанавливать и вообще в общем-то погубил все свои сохранения пришлось всю игру переигрывать в общем-то я не особо об этом жалею потому что игра мне нравится и с удовольствием не играем с новым обновлением пришли всякие интересные плюшки и очень интересно еще то что по плюшкам ну пока ничего такого особого нету как вы можете заметить теперь добавились украшения в кабину украшения и наклейки как раз вот на этой машине они хорошо показаны они концентрируются все в одном месте вот сейчас вы это можете заметить это вот такая вот игральная карта вот такая вот такса трясучка головой и вот такая вот наклейка гаи ну наклейки разные самые карты которые вешаются сюда тоже разные ну и вот фигурки тоже абсолютно разные некоторые фигурки чтобы получить надо пройти обучение самом начале игры пришло и обучение кстати но не обучение а испытание далее я еще после прошлой серии приобрел себе вот такого вот урала ну урал надо сказать что немножко я еще прошлой серии затронул ту тему что машины которые не подверглись лицензированию немножко отличаются от оригиналов но и естественно и урал и да и в общем то все представленные машины в этой игре те что не подверглись лицензированию они отличаются ну это вот вот так вот например выглядит наш урал на котором мы в общем сейчас и будем выдвигаться я взял одно из заданий связанная с второй карты по счету сметвиловская дамба но чтобы выполнить то задание мне для начала нужно немножко расчистить дорогу поэтому пришлось прикупить вот такую вот машинку поставить на него манипулятор и удлиненный борт кстати этот борт не позволяет цеплять прицепы ну не знаю хорошо это или плохо но вот если ставишь в общем манипулятор то прицеплять уже к этой машине ничего не мы не можем ну и вернемся к заданию для того чтобы выполнить задание мне нужно расчистить дорогу поэтому мне нужна вот такая вот машинка ну а наш урал является полноприводным у него приводы постоянные поэтому я остановился на нем ну еще и по цене конечно же также очень интересно и хочется отметить то что в прошлой серии я отмечал много недочетов в этой игре в предыдущей серии я вообще тупил очень сильно как раз таки вот из-за того что было очень много непонятного по крайней мере на тот момент для меня в этой игре с обновлением же которое пришло вот совсем недавно исправились ну практически большинство из того на что я сетовал а например изменились иконки обозначающие что-то там какие-то объекты на карте как видите теперь это очень крупные вот это например мешки с цементом раньше это был просто квадратик такой ну непонятно что это было также обозначались и например бочки тоже непонятно какие-то три пятачка нарисованы теперь это все вот так вот крупно то есть молодцы молодцы очень быстренько подготовили и сделали такое ну приятное обновление и это касается много чего в целом очень много иконок всевозможных заменили теперь они стали более легко читаемые и это приятно это приятно поменяли немножко графику где-то доработали где-то что-то еще подделали в целом приятное обновление ну и надо сказать что там много обновлений вышло но они все платные так ну а сейчас нам нужны запасные части вот они как раз первые у нас есть и есть даже и пролистывать не надо ну и все загрузились можно ехать на точку для чего я это делаю чтобы выполнить то задание которое я взял нам надо расчистить дорогу там есть завал через который мне просто ну никак не проехать на этой машине если на уазике я там еще проезжаю объезжать можно этот завал то вот на такой машине там уже точно не проедешь то что ехать объезжать придется через лес поэтому сначала мы расчистим этот завал и потом уже поймем так сказать чистой дороге хотя очень плохой дороге мы поедем выполнять задание задание связанные с подбором груза которые раскидали по берегам реки подобное задание я уже выполнял но было разбросано не как сейчас мешки с цементом а были разбросаны бочки с топливом и вот не знаю так как я переигрываю игру и уже дошел опять до этого же задания то ли это после обновления поменяли то ли это просто рандомно выпадает вид груза не знаю но в прошлый раз я выполнял принципе такое же задание но были стояли бочки на поддонах связанные вместе там по 6 бочек по моему было сейчас же это выглядит в виде мешков с цементом вот действительно не знаю скорее всего что это с обновлением то никак не связано скорее всего что просто название груза выпадает рандомно то мешки с цементом то бочки с топливом скорее всего это вот так вот выглядит но точки разброса в принципе по моему даже те же самые не могу сейчас вспомнить и вообще жаль что я начал неправильно устанавливать обновление и естественно почему-то загубил себе с прошлые сохранения хотя было написано что сохранение остаются но у меня они не остались но в принципе о том что у меня сохранение не остались я даже и не особо сожалею хотя переигрывать по новой конечно такое себе занятие но так как я много тупил и во многом не мог не мог вернее разобраться в игре то сейчас я уже прошел эту то что в прошлый раз мне давалось очень сложно сейчас я это все уже прошел очень и очень быстро ну потому что уже начинаешь все прекрасно понимать в общем как здесь это работает ну и вот это обновление которое пришло и которое изменило в общем-то много чего так например и про прицепы про которые я говорил кстати мы уже добрались и вот так вот таким вот образом дорога у нас теперь стало проходимее как видели был завал теперь мы можем ехать прямо и завал нам никак не мешает так вот про прицепы я говорил в прошлой серии что было непонятным и теперь есть разъяснение практически на каждом прицепе теперь пишется что это за прицеп полуприцеп прицеп платформа в общем как будто бы услышали и изменили хотя конечно же никто меня не слушал ну и ладно мы двигаемся дальше блин очень сложный здесь участок дороги даже не знаю как я поеду обратно с этим цементом к сожалению машинка маленькая но как маленькая она короткая поэтому придется делать две ходки потому что мешков ну не мешков а поддонов разбросано четыре штуки как вы видите вот нам маркеры обозначены помещается всего два можно вести четыре но верхние два никак невозможно закрепить поэтому придется возить два раза а вот кстати машинка которую я открыл уже на этой карте надо ее перегнать в наш гараж и наверное продать потому что машинка это не кудышная ездить на ней ну такое себе занятие я попробовал ее как бы но наворотить что ли там поставить на нее резину поставить высокую подвеску блин тяжело здесь высокую подвеску но он вообще плохо ездит и очень быстро переворачивается поэтому мне не понравилась эта машина я ее уже одну продал и эту сейчас отгоню гараж и тоже на скорее всего продам потому что ну копить эти машинки нет смысла никакого тем более что у меня есть уазик который лазит везде ну и вот уже один из таких поддонов которые нам надо забрать ну и можно заметить что но все-таки не лишено это багов да видите висит поддон и сейчас как только его начну подцеплять он свалится скорее всего ну ладно что ж будем приступать к зацепу еще предыдущей серии я говорил что вот в этой версии игры вот видите как только его цепляешь у него появляется физика вот об этом я еще говорил в прошлой серии чтоб у груза который валяется на земле который еще не задействовал нету своего веса то есть не прописано ему физика веса это упущение которое еще пока авторы имеется ввиду авторы этой игры еще пока никаким образом не пофиксили но вот я еще показывал это на примере карьера в прошлой серии игры что ну нету вот и я бы сейчас мог принципе оттолкать вот этот вот палет с цементом так как мне удобно потому что пока ты его не зацепишь веса у него нету как только цепляешь или ставишь его в груз ему сразу же прописывается вес вот это еще пока авторы но никаким образом не пофиксили ну и ставить груз по-прежнему можно вот таким вот образом далее просто нажимаем восстановить стрелу кстати было бы тоже красивее если бы стрела в какой-нибудь анимации складывался не таким вот быстрым образом ну и дальше нажимаем упаковать груз и все он встал ну и выдвигаемся за следующим следующий здесь же недалеко прошлый раз когда я выполнял подобную миссию это было на берегу реки сейчас я даже не посмотрел где это лежит все видно просто по карте что это дата где-то в районе реки все это дело разбросано было очень сложно подъезжать туда потому что берега такие очень мягкие размытые но сейчас это выглядит вот так тоже какой-то рандом не знаю по по бочкам которые я собирал прошлый раз они были немножко в других местах тоже также тоже четыре но в других местах эти выглядит вот так и я так думаю что это я выполню гораздо быстрее но и машинка у меня прошлый раз была совсем другая но опять раскидываем раскидываем лапы переключаемся в режим крана вот видите как раскладывается кран да было бы здорово если бы он точно также красиво и складывался цепляем немножко надо стрелу выдвинуть и пробуем поднять в общем то поднимается достаточно хорошо немножко подтянем тросом и все и ставим в кузов как я и говорил можно просто сделать вот так вот еще в прошлой части я уж повторяюсь наверное я говорил что в общем то ну такое себе решение хотя наверное можно сказать что это все таки тестировалась игра так распаковать и упаковать и все видите все встало игра тестировалась я думаю что разработчики остановились вот на такой вот версии не просто так то есть как бы это не ошибка авторов типа вот груз можно просто где-то рядом бросить просто я думаю что тестировали они неоднократно потому что компания достаточно уважаемая много игр уже выпустила я думаю что остановились на этом просто для того чтобы упростить игроку и потому что игра и так занимает ну просто конкретно огромное количество времени действительно огромное количество времени и не могу сказать что это плохо потому что например я провожу время в этой игре ну мне нравится ты выезжаешь на карту начинаешь решать вот эти вот проблемы связанные с доставкой груза с транспортировкой очень часто груз разваливается потому что можно перевернуть машину это вообще на на раз-два в общем то начинаешь решать эти вот проблемы застряла кстати застрял по своей же глупости сейчас вылезем урал взял я потому что он здесь он изначально полноприводный то есть не надо ждать когда откроется какое-то улучшение которое позволит нам ставить на него какие-то там апгрейды он изначально полноприводный поэтому все упирается только в резину кстати резину я так хорошую пока еще и не открыл но стоковую резину с этой машины мне удалось заменить у меня открылся второй уровень но вот этих вот апгрейдов на этом аж давай лезь хорошо придет хорошо хотелось бы еще на эту машинку поставить более мощный двигатель ухты как я нырнул то ямище здоровенное немножко не хватает ему мощности а есть еще два варианта двигателя но эти двигатели я могу открыть только если перейду на новую карту кстати с обновлением пришла еще и новая карта новая карта называется кольский полуостров вот я уже одну часть открыл осталось открыть еще одну часть называется на имандра это по моему озеро сейчас я честно говоря даже не знаем на кольском полуострове по моему это озеро так называется ну надо будет посмотреть по карте я уже честно говоря не помню мурманская область если мне не изменяет память и вот и озеро имандра но я ее еще видите не смог открыть и только зашел на эту карту просто посмотреть карта огромная красивая но мы ее снимем наверно как-нибудь следующей части когда я все-таки немножко подразгребу дела вот здесь отдел то я вам скажу на этой карте ну хватает это еще с учетом того что я открыл еще две карты как бы вот в этом сеттинге относящиеся к этой к мичигану я еще даже туда не заходил а еще впереди аляска в общем дел много но я постараюсь по-быстренькому как бы самые скучные быстренько сделать как хорошо кстати по воде пошел сделать быстренько более-менее скучные задания и уже вернуться с более интересными заданиями на видео ну и хоть вот здесь достаточно много вот таких вот скучных занятий до с которого я начал это видео доставить там два ящика с какими-то запчастями к завалу но так устроена игра что когда вы делаете вот эти вот маленькие скучные задания они упрощают вам дальнейшую жизнь это действительно здорово в общем-то я потратил какое-то небольшое время чтобы доставить к завалу вот эти вот строительные не строительные вернее а запчасти какие-то да и вот открылась мне дорога по которой мы будем возвращаться и мне будет уже проще и так здесь авторы сделали действительно вот ну есть интересные задания где там надо доставлять огромный груз но чтобы к этому заданию добраться надо выполнить ряд каких-то не очень сложных заданий и вот мы уже добрались кстати говоря еще к одному палету я проехал точку разгрузки здесь я просто хочу посмотреть а смогу ли я отвести груз который поставлю сверху хотя заранее знаю что у груза не будет веса эту тему я раскрывал еще прошлой серии в которой говорил что вот жаль что нету груза у груза который валяется вот так вот на земле никакого своего веса я думаю что авторы что-то с этим придумают его сейчас мы поставим его сверху закрепить его возможности не будет никакой но я постараюсь тихонечко довести его и тем самым сократить себе время но и заодно посмотрим что из этого получится этот груз лучше не бросать тихонечко ставить потому что привязать я его не смогу поставил я его не очень ровно но сейчас попробуем потянуть вот таким вот образом мы его поставим но не очень ровно получилось но бог с ним стоит в общем то и стоит попробуем ехать таким вот образом ехать все равно недолго недалеко вернее не то чтобы долго здесь все долго и все недалеко ну вроде как стоит вроде бы как стоит не знаю сейчас тут особого раскачки то не будет и ехать мне тут всего буквально каких-то там не знаю метров 200 может быть в принципе можно возить жаль что нельзя этот груз верхний крепить и это никак не играет никакой не играет роли вернее на вес на машину мы его поставили сверху и все как бы веса у него своего теперь нету это просто моделька которая кое-как стоит у меня сверху а было бы здорово если бы у него был свой вес и сейчас я ехал бы в общем то с таким конкретным перегрузом видите вот она точечка куда нам надо это разгрузить но машина никак не чувствует этого веса вот он увидите даже немножко катается по кузову а вот жаль действительно жаль что разработчики вот это немножко не продумали так была бы еще одна вариация вы могли бы грузить себе в два раза больше но уже с учетом того что машина то станет тяжелее гораздо и двигатель будет тяжелее его сейчас мы еще посмотрим как сможем ли мы разгрузиться так получение задания здесь а вот здесь точка разгрузки давайте посмотрим выбираем наш груз и разгружаемся да сможем разгрузиться просто теперь надо сделать вот такую манипуляцию выбираем наш груз упаковать и еще раз разгрузиться все разгрузились но это так сказать уже фантазии лично мои а а было бы здорово если бы это ввели авторы чтобы можно было грузить и поверх уже загруженного груза и у игрок уже сам выбирал надо ему это или не надо возьмет он на себя ответственность и повезет слишком тяжелый груз ну еще и к тому же если бы можно было возить не один уровень груза а два уровня груза то ты на себя берешь ответственность и за ходовую машины естественно ходовую же идет большая нагрузка поэтому игрок должен сам уже себе решать будет он так рисковать или не будет но пока это не введено в игру и пока к сожалению вот этот груз про который я еще и в прошлой серии говорил не имеет никакого веса ну а мы уже потихонечку добираемся на мой взгляд самой сложной точке из всех вот этих вот четырех палетов потому что когда я брал здесь еще бочки с топливом я здесь завяз нет в этот раз в этот раз у меня и машина другая мы подъехали достаточно уверенно сюда я бы так сказал вот только как возвращаться отсюда можно вот по этому берегу ехать опа машина садится 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 можно ехать по этому берегу а можно ехать так как мы сюда приехали ладно давайте грузиться и опоры которые я уже выдвинул ну честно говоря сильно то мне не помогли машина все равно стоит очень криво но тем не менее мы все равно поднимаем этот палет и кривизна нам никак не мешает единство что тяжеловато им поднимать конечно ну как чем больше ты выдвигаешь стрелу тем естественно манипулятору сложнее чем на каждом манипуляторе на каждом кране есть таблица показывающая насколько можно выдвигать стрелу чтобы было легко поднятие самого груза в общем то бросаем нафиг раз есть такая возможность почему бы ей не воспользоваться все устанавливаем стрелу и пытаемся отсюда выехать и надо сказать что выезжает он достаточно уверенно хотя вот скажу еще раз что в прошлый раз у меня здесь ну были проблемы я даже подтаскивал себе груз потому что ну я приехал на другой машине правда это был интернешнл капотный с неполным приводом но с подключаемым приводом нет этот Урал ну я бы сказал ну так он конечно же и является не начальной машиной в отличии от интернешнл на котором я играл в прошлый раз это уже более менее продвинутая машина ну и вообще на самом деле я знаком с машинами Урал правда не с такой это уже новый Урал я ездил на старой версии Урала вот с этой версии я на самом деле не знаком честно говоря даже и не видел что-то их в городе но Урал машина очень неплохая вот кстати колея здесь колея конечно здесь жесткая и меня немножко кренит вправо но он выберется я надеюсь что он выберется а если я думаю на него поставить еще и колесики хорошие то это вообще будет уникальная машина я вообще думаю вот этот манипулятор с него снять и поставить на него ну более менее здоровенный кран я вот не помню в прошлой версии игры был по моему всего один кран в этой версии игры уже два крана честно говоря не могу сказать пришел ли новый кран с обновлением или он был я его просто не заметил не знаю но теперь есть два варианта кранов один такой наш советский кран желтый такой вот такой вот как вы сейчас видите видите советского образца кран ну а другой который уже здесь и был в игре и вот я не помню что была вот эта вот желтая версия крана может быть я просмотрел не знаю но вот теперь есть вот такой кран и он надеюсь более мощный ну а мы уже подъезжаем второй раз к точке разгрузки которая в общем то находится в том же месте как и у всех полноприводных машин у него с радиусом поворота и разворота конечно есть небольшие трудности но это так мелочи ну все разгружаемся задание выполнено и надо сказать что в этот раз я задание выполнил гораздо быстрее хотя я в прошлый раз и не снимал но я с этим наколупался то здесь конечно очень много ну ладненько в общем то да наверное будем заканчивать такая у меня короткая небольшая серия по тому какое обновление вышло по тому какие задания мне еще предстоят выполнять в дальнейшем я еще поснимаю эту игру потому что ну мне она действительно очень нравится сделана игра приятно и приятно что выходят обновления которые исправляют на мой взгляд какие-то недоработки ну а я буду заканчивать спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго доброго